Всем привет! Хочу показать своей Рене Машке. Вот моя красавица. Прекрасно она вышла. Сейчас, может, с этой стороны будет... Да, она дала. Раз, два, три побега. Вот моя красавица. Это Монализа. Здесь пока только два побега идёт. Вот Лимба. Или ещё зелёный чай по-другому. Тоже хорошенькая. Перел. Здесь много идёт побегов. Раз, два, три. Вот она уже такая хорошенькая. Вот как она выглядит чудесно. Вид пёрп. Моя красавица. Сейчас будем провоцировать. У них базальные побеги. Будем их подкармливать. Подкармливать буду зелёным удобрением. У меня уже бочка замоченная. Жидким. Чтобы дать... Помочь корневой системе. Это Эль Тора. Тоже она дала. Раз, два, три, четыре. Хороших таких побегов базальных. Блэк Мэджик. Вообще чудесно выглядит. Здесь у неё сколько там побегов? Четыре она дала. Очень хорошо выглядит. Это тоже реанимашка. Это с первой, с которой начиналось... Я снимала видео. Она дала три побега хороших. Которая была у покрышки. Мне написали в комментариях, что убрать покрышку некрасиво. Я задание выполнила. Она замульчирована конским навозом. И обложила её камешками. Вот так она выглядит. Помимо зелёного удобрения, как я сказала, я подкармливаю молодые посадки, а также те, которые реанимированы. Я ещё использую гуматкалия. Это вот 0,5 литра содержимого. Разводится на 800 литров воды. Я развожу сразу, получается, 4 бочки. И если есть возможность, проливаю не только молодые посадки реанимированной розочки, а и подливаю все розы. Гуматкалия содержит микроэлементы, витамины, которые необходимы в данном случае для развития корневой системы. Что помогает стимулировать рост корневой системы и, соответственно, наращивание базальных побегов. Поэтому этим удобрением я пользуюсь постоянно. Не обязательно использовать дорогие удобрения. Хотя у меня есть и изобион, у меня есть и вива. Но это проверенное уже временем удобрение. Гуматкалия. Я им пользуюсь уже много лет. Пользуюсь не только для розы, но и для других растений. Спасибо, кто был со мной. Всем всего доброго и до свидания.